Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Резерва 20 кандидатур на основании постановлений ТИК. Напомню, участковые избирательные комиссии обеспечивают процесс голосования и подсчета голосов при проведении выборов. Состав комиссии формируется на 5 лет. Сейчас в резерве составов УИК Карачева-Черкесии 1141 человек. В новый учебный год с новыми знаниями в 19-й гимназии Черкеска прошла первая часть августовского совещания перед началом учебного года. Представители образовательных учреждений, спикеры и педагогическое сообщество подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили дальнейшие планы на предстоящий год. На мероприятие побывала Майя Хамдохова. Конец августа – особенное время для педагогов. Обновленные учебные программы, методики преподавания, вопросы воспитательной работы, а также организация внеклассной деятельности стали темой для обсуждения в ежегодном августовском совещании, который проходил в 19-й гимназии Черкеска. В ходе мероприятия педагогическое сообщество определило главные задачи перед системой образования города и республики. Одним из главных событий стало внедрение новых обучающих курсов в школах столицы. Начальник управления образования Сусанна Калмыкова подробнее рассказала про нововведения, которые ждут как учителей, так и учеников. В этом учебном году у нас появились новые предметы. Это семиевидение, это труд технологии и основы безопасности и защиты Родины. Спикеры, наши гости, приехавшие с города Ставрополь, Северокавказской государственного университета, расскажут нашим педагогам, как правильно ввести новый курс в рамках нового учебного года. Урок семиевидения будет проводиться один раз в неделю в рамках разговоров о важном или во внеурочной деятельности. Также и предмет технологии и ОБЗР будут проводиться один раз в неделю. Семиевидение – одна из ключевых дисциплин, которая позволит обучающимся глубже понять важность семейных ценностей, межличностных отношений и социальной ответственности. Этот предмет будет включать практические занятия, направленные на развитие навыков общения и разрешения конфликтов. Немаловажной частью обновленной программы станут уроки труда и технологий, а также основы безопасности и защиты Родины, которые направлены на воспитание гражданской ответственности и патриотизма. Данный курс очень важен для обучающихся старшего подросткового возраста, юношеского возраста, потому что необходимо формировать максимально активно семейные ценности, традиции подрастающего поколения, чувство уважения и любви к своей семье, к малой родине и в целом к государству. В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение учителей, матерей, участников специальной военной операции. Это событие стало символом уважения и признания труда тех, кто не только формирует будущее страны, но и сам воспитал храбрых мужчин, отдавших свои силы за мир и безопасность страны. С трогательными словами к матерям-педагогам обратились представители образовательных учреждений, которые подчеркнули, что воспоминания о героях станут неотъемлемой частью образовательного процесса, а труд учителей будет оставаться в сердцах их учеников навсегда. Майя Хамдохова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Полицейские Зеленчукского района спасли тонувшего. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в реке неподалеку от выезда из станицы Исправной в сторону хутора Фроловского тонет человек. Со слов мужчины в беду попал его 36-летний приятель. Во время очередного купания пострадавший не справился с течением и начал уходить под воду. Спустя пять минут после вызова на место приехали двое участковых, уполномоченных местной полиции Дахир Бастанов и Константин Левченко. Они увидели, что мужчина находился примерно в 80 метрах от берега и среди волн из последних сил цеплялся за выступающие из воды скалу. Дахир Бастанов бросился в воду, доплыл к гражданину и дотащил до берега, где вместе с Константином Левченко вытащил утопающего на сушу. Пострадавшему незамедлительно вызвали медиков. А мужчина тем временем не жалел слов благодарности для полицейских за оказанную ему помощь. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в горах кратковременная дождь и гроза. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14, температура ночью 15-20, в горах до плюс 14, днем 30-35 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14, температура ночью 18-20, а днем 33-35 градусов тепла. Шесть мировых рекордов по высокогорному погружению в Большом Клухорском озере установили представители дайвинг-клуба «Другое измерение» под эгидой Русского географического общества при поддержке пограничной службы России, Министерства туризма, Карачаева-Черкесии и Тибердинского национального парка. В Клухорском ущелье участники экспедиции находились четыре дня. Загоревшие, уставшие, но довольные. Они вернулись из живописнейших мест и впечатлениями поделились с Аллой Динаевой. Второе по глубине в Карачаева-Черкесии Большое Клухорское озеро выбрали дайверы для установления мировых рекордов. Эхолотом определили самое глубокое место водоема. Мы на середине озера Клухор. Пошел дождь с градом. Ну, а как еще и ночью. Члены РГО Константин Изотов, Юрий и Елена Кашина – многократные рекордсмены России и мира по высокогорному дайвингу. Самое высокогорное погружение на озере Клухор в дисциплине смешанное трио мужчины и женщины на высоте 2690 метров. И вот уникальные кадры подводного рельефа Большого Клухорского озера. А еще Юрий Кашин и Константин Изотов совершили парные погружения на самое дно озера в светлое и темное время суток. Мы нырнули на 38,5 метров. Мы пробивали эхолотом. Ну, вот остановились на такой. Дно там очень, скажем так, присутствуют пики различные. Мы не знали их природу. Бытовало мнение, что там на дне сбитый самолет. Но поскольку вода очень мутная, то есть 50 сантиметров видимость. То есть вот, ну, условно говоря, рука вытянутая и все. Мы его не нашли. Ну, что делать? Нам эхолот показывал, конечно, какие-то там предметы, пики, марены там может быть. Но вот отсутствовала полностью видимость. С виду это очень красивое, такое располагающее к чему-то такому романтичному озеру. Но когда погружаешься, это жуть. Первый раз верхний слой был очень мутный. Без коснемка пробились. Пошел другой слой чистый. Но за счет этого мутного слоя солнце не пробивалось. И мы, получается, уходили в ночную, ну, ночью прямо вот на дно. Были найдены артефакты, мины, гильзы, осколки от этого снарядов, монеты 43-го и 46-го года. Две монеты нашли. И я так понимаю, что, скорее всего, человеческие останки. А Елена Кашина выполнила погружение соло ночью. Изначально было как бы заявлено на пять рекордов. Потом что-то как-то подумали-подумали. И я решила добавить шестой. Ночной соло. Вот. И потом мы заявили в книгу рекордов. Нам одобрили. То есть, то, что таких рекордов еще нет. Поэтому мы можем их ставить. Вот. Сейчас мы надеемся, что нас утвердят. Все-таки внесут в книгу. Потому что путь был действительно крайне тяжелым. Рекорды установили и сыновья руководителя экспедиции Юрия Кашина из Мостовского района и Константина Изотова из Москвы. 13-летний Андрей Кашин, 10-летний Михаил Кашин и 10-летний Павел Изотов. Они совершили погружение в озеро и днем, и ночью. Ныряли подростки на небольшую глубину под контролем инструкторов. Нас контролировал папа Паши Константин Изотов. Мы погрузились буквально на несколько метров. У нас было два погружения. Утром, ну днем и ночью. Мне не страшно. Мне наоборот интересно. Даже очень увлекательно было. В Большом Клухорском озере дайверы смогли установить шесть мировых рекордов. Заявки на регистрацию достижений уже поданы. Аладинаева Михаил Каракелян, Вести Карачева, Черкесия. Ветераны специальной военной операции из Карачева, Черкесия заняли призовые места на межрегиональном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества», которое проходило в Ставрополе. В соревнованиях приняли участие более 130 ветеранов СВО. Команду из Карачева, Черкесии представляли семь ветеранов специальной военной операции. Максим Жилин, Мухарби и Бердуков, Нуриха Ратоков, Мусалим Джукаев, Андрей Руденко, Ислам Хатхов и Микер Наурузов. В программу «Кубка» вошли соревнования по шести видам спорта. Пауэрлифтингу, стрельбе из лука, настольному теннису, пулевой стрельбе, армрестлингу и волейболу сидя. По итогам соревнований ветераны СВО заняли призовые места. В частности, Микер Наурузов завоевал золото в настольном теннисе, а команда Карачева-Черкесии завоевала серебро в волейболе сидя. Все ребята из Карачева-Черкесии выиграли путевки на Всероссийский финал Кубка защитников Отечества, который состоится в ноябре в Сочи, где соберутся победители межрегиональных соревнований. Участников турнира из нашей республики поздравил глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов и отметил, что они являются примером мужества, стойкости и героизма. С ребятами собирались, да, подготавливались, конечно, ну, понемножку. А вот на Кубке встретили, может быть, своих боевых товарищей? Конечно, конечно, мы встретились, да, ну, это очень приятно, конечно, увидеть ребят живым и здоровым. Виннош с пилотой ходил на бокс, да, тренировался для себя футбол. А так вот на сегодняшний день вот такое мероприятие, да, тоже хотим себя как-то испытать в этом, посмотреть, на что мы вообще способны. Главное – участие, общекомандный дух, как говорится. А какой у вас вообще настрой? Боевой, только к победе. Второе место заняли. Ну, что, мы еще ворвемся, возьмем первое место. Еще будет возможность, будем пытаться, стараться, добиваться. Молодцы, все справились на ура, прям отлично достойные соперники были. Мы тоже достойность команды отыграли. Поэтому за мир, за победу. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Возвращение». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин